Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян. В этой серии видеоуроков о том, как делать хорошие фотоснимки на мобильный телефон на примере телефона Samsung, мы рассмотрим, как влияет функция режима измерения на качество снимка. Для того, чтобы изменить параметр режима измерения, первым делом мы, конечно же, запускаем режим камеры, и выпадает первое меню, в котором мы эти параметры пока изменить не можем. Нажимаем на три точки и переходим к открывающемуся дополнительному меню, где режимы измерения выведены в отдельный сегмент. Нажав на нее, мы попадаем в меню, в дополнительное меню, где нам предлагаются три варианта – центровзвешенный, матричный и точечный. Если мы нажимаем на любую из этих строчек, то, соответственно, она подсвечивается уже зелененьким цветом, и она остается такой до того момента, пока вы не сделаете сброс параметров. То есть при включении и выключении телефона она остается такая же, как была. На что это влияет? Я сделала несколько фотографий в разных условиях, и вы можете посмотреть, на некоторых снимках это проявляется. Вот эта серия фотографий выполнена при дневном свете. Свет падает из окна через лист бумаги, и вы видите, что в одном случае фотография получается очень яркой, потому что за основу взятый элемент на верблюдики, и поэтому большая часть снимка оказалась засвечена. Парад среагировал на то, чтобы сделать именно какой-то фрагмент на верблюдики. В матричном и центровзвешенном вы видите, разница в съемке тоже есть. Матричный получился более темным, центровзвешенный чуть-чуть посветлей. Это определяется тем, что даже на меню выбора этого параметра мы видим, как происходит выбор, вот определение параметра освещенности этого снимка. То есть если точечный, он четко выбирает точку в центре изображения. Центровзвешенный – это какой-то алгоритм, который делает оценку по своей формуле, и матричный, он четко разбивает рисунок на несколько фрагментов, и в каждом из них он замеряет свою освещенность, и под нее предлагает уже настройку параметров для фотоаппарата, для автоматической подстройки под ваше изображение. Поэтому смотрите сами, если у вас есть желание экспериментировать, посмотрите, что получится. Но нужно понимать, что при установке точечного режима измерения у вас вся интенсивность будет замеряться именно в центре диагонали, в центре вашего изображения. То же самое я сделала на примере пейзажа. Так как пейзаж достаточно с яркими фрагментами, с очень темными фрагментами, то камера подстроилась, и при точечном измерении у нее за основу взят вот этот фрагмент, при матричном и центровзвешенном изображение получилось более темным, для того, чтобы все-таки отразить каким-то образом и небо, и в этом случае тоже засвеченных элементов практически не остается. При последующей обработке, если вы сможете это обрабатывать в фоторедакторах, то вот такие снимки, может быть, чуть-чуть легче будет обработать в сторону осветления, чем вот эти. Вот здесь вот четко засвеченные фрагменты, которые никаким фотошопом будет не вытянуть. Но вы каждый раз смотрите сами, потому что если мы ориентируемся на центровзвешенные параметры снятия освещенности, то снимки могут быть какими угодно. Возможно, лучше ориентироваться на центровзвешенные либо маточные измерения освещенности, потому что все-таки мы стараемся, чтобы в нашем снимке были и светлые тона, и темные, чтобы не выбивало вот так вот, как вот здесь происходит засветка, когда совершенно белое небо. Но, с другой стороны, если вы ставите задачу показать вот эту часть, чтобы она была освещена хорошо, чтобы она была четко видна, и вам совершенно не важно, что здесь, что здесь происходит, то выбирайте точечный режим измерения освещенности и ориентируйтесь на него. То, какой режим измерения мы бы не использовали, это никоим образом не влияет на резкость снимка. Мы можем менять резкость по своему усмотрению, и тем не менее, если мы используем один и тот же режим измерения освещенности, то снимки будут с разной резкостью, но в одной и той же освещенности. И именно поэтому в следующем видео мы поговорим о том, как меняется резкость и от чего зависит резкость в изображении.